Привет, друзья, с вами Дюти Дворф с отличным, тут так сказано, да, обзором на очередной инди-хоррор. Нет, не на Аутласт. Он не такой уж и отличный, скорее просто неплохой. А тот хоррор, про который я сегодня буду рассказывать, оказался куда более годным в плане пресловутой хоррорности в сравнении с тем же Аутластом, к примеру. По крайней мере, он умеет в саспенс. По большому счету, он стоит исключительно на этом самом саспенсе, и это не может не радовать, особенно в наши дни, когда эталоном охренительно страшной игры почему-то считается какая-нибудь амнезия, в которой действительно неплохо вышли сюжет до головоломки. Ну и атмосфера, ладно. Но все равно не страшно ведь. Ладно, хватит нести не имеющую отношения к обзору чушь. Пора бы уже назвать сегодняшний хоррор на обзор. А название у него прямо в духе Кинга, что ли? The Mask Reveals Disgusting Face Все ведь помнят, что я не очень-то люблю хоррор как жанр, верно? На мой взгляд, он взывает к животным чувствам человека, это совсем не прикольно и бла-бла-бла. Но, пожалуй, такое высказывание можно отнести там к какому-нибудь насыщенному скримерами Outlast, опять же. Но в самом начале онова мы ведь еще не знали, что играем в скример хоррор, верно ведь? Признаюсь, до второй встречи с не слишком дружелюбно настроенными обитателями шестой палаты мне было достаточно жутко. То есть, в начале игры был такой привкус саспенса и атмосферы, который потом рассеялся, как мы можем помнить. Это и стало основной ошибкой Outlast. Через 40 минут игры он раскрывает перед игроком все карты хоррорного элемента. И если игрок слишком много не сидит на анонимных имиджбордах в разделе B, то он быстро смекнет, что главный герой, представший перед нами эдаким слабым журналюгой, оказывается каким-то сверхчеловеком, выдерживает до трех ударов битой в голову, да и бегает спринтом в течение неограниченного времени. Все, вы знаете, что Outlast уже ничего нового не выкинет. Вам уже не страшно. Даже скримеры уже не пугают, а скорее напрягают. Вы победили эту игру, не пройдя ее. А в The Mask Reveals Disgusting Face дела идут совсем по-другому. Вы не знаете, что вам подкинет игра. Более того, в ней нет явного противника, готового пере***ть игроку дубиной. Зато в игре есть атмосфера. Гнетущая такая, знаете ли. Тягучая, как смола, да. The Mask Reveals Disgusting Face пугает вас не полу с гнившими трупами, ходящими у вас под полом, и даже невздувшимся трупом в книжном шкафу, нет. Сразу скажу, что джампскеры порой тоже проскакивают. Однако, на мой взгляд, игра, в отличие от того же Outlast, заслужила возможность ими пользоваться. А вообще, игра нас пугает достаточно распространенными для саспенса, но от этого не менее эффективными приемами. Всякими шорохами, топотом детских ножек в соседней комнате, внезапно лопающимся рядом с вами стеклом и прочими жуткими вещами, знаете ли. И это, безусловно, круто. Такие хорроры мне реально интересны, поскольку они до последнего водят игрока за нос, заманивая его в ловушку, из которой уже не выбраться. В ловушку, где он поймет, откуда исходил топот ножек, и почему на стене в ванной все время появлялось какое-то красное маслянистое пятно, по вкусу напоминавшее курочку. И когда он поймет это, ему придется сделать сложный выбор, который без особых проблем сможет в корне изменить его жизнь. Еще одна причина, по которой мне понравилась эта игра, заключается в том, что она верна изначальной идеологии инди-игр. То есть разработчику явно наплевать на доход. Он хочет от игрока одного, чтоб тот начал сука думать головой, а не гггкал с быстрой сменой красивых, но бессмысленных картинок. Поэтому хитрый разработчик сделал игру в виде одной большой метафоры, развеивается, которая ближе к концу, но это еще не гарантировано. Это зависит от того, какую концовку получит игрок. В концовке, кстати, тоже лежит некий слегка метафорический смысл. Или не лежит. Вы ведь помните, что у меня хронический синдром поиска глубинного смысла, верно? Но даже если у меня сейчас очередной приступ этого самого синдрома, а смысла в игре меньше, чем мыслительных способностей у самых ярых фанатов Майнкрафт, это не изменит одного. Перед нами игра с душой. Да-да, та самая игра, которую я так давно искал среди кучи кассовых и инди-игр. Игра, в которой заключена любовь девелопера к проекту и к игроку в частности. А это, я полагаю, хорошо и даже более чем. Хорошо по той причине, что игоря с душой в наше нелегкое время встречаются все реже и реже. Помню, когда я только познакомился с инди-индустрией, а я тогда еще был совсем мелким таким придурком, который не мог двух слов связать нормально. Она состояла исключительно из стереотипных инди-девелоперов, которые любили свои игры, аки собственных детей, и делали все, что угодно, лишь бы игра получилась тепленькой и ламповенькой. И, конечно же, эти славные парни прикладывали абсолютно все усилия, чтобы перед игроком предстала интересная и неповторимая история, которая заставила бы его задуматься о некоторых важных вещах, про которые в обычной жизни он никогда бы не подумал. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Черные времена настали с выходом Майнкрафт. Инди набирала популярность все больше и больше, становясь настоящим мейнстримом. Все больше молодых кодеров, художников и звукарей создавали свои миниатюрные команды, чтобы создать игру мечты. И действительно, после выхода симулятора рытья шахт и строительства пинусов из грязи до небес, очень многие ребята ринулись работать в инди-индустрию. Они думали, ну раз ночь смог в разработку игры мечты, то и мы сможем. И многие смогли. В тот период выходило много чрезвычайно годных инди-тайтлов, играть в которые было одно удовольствие. Их становилось все больше и больше, а сама индустрия превращалась в конвейер, который порой выпускал слегка бракованную продукцию. Но это было еще ничего, ведь годные и горя все равно частенько выходили. Но потом случилось что-то ужасное. Конвейер, кажется, изволил поломаться. Инди-девелоперы внезапно смекнули, что раз уж так все угорают по инди, то почему бы им не срубить на игроках куш, начав выпускать абсолютно что угодно с наклейкой инди, дабы продать это игроку как нечто весьма годное, но по более низкой цене, чем какой-нибудь кассовый тайтл. А потом очередная волна девелоперов решила, а на кой хуй нам упал глубинный смысл, и какого хуя мы продаем так дешево? И понеслось. Вообще таких разработчиков еще можно понять, ведь когда они пытались протиснуться со своим неподражаемым диздоком в какую-нибудь крупную компанию, занимающуюся кассовыми играми, они получали только нерукотворных пиздей телескопическими дубинками от охранников. А когда они пытались с этим же диздоком пройти в какую-нибудь цинга или зинга, не, пусть лучше будет цинга, то глава фирмы у них на глазах вытирал их диздоком зад. Обиженные на весь мир недодевелоперы уходили в инди-индустрию и выпускали какое-нибудь говно, а после выставляли на продажу в стим. И ведь находились даже люди, которые покупали столь бездушные и дико унылые и горево. Вот примерно тогда и покатилась инди-индустрия в бездну товарно-денежных отношений, положив огромный болт на душу в своих играх. Поэтому теперь вся надежда только на такие вот маленькие игры, верные изначальные инди-диалогии. Стоит также отметить, что The Mask Reveals Disgusting Face разработана русским парнейшей, а её официальное название в стране медведей, катающихся на унициклах, звучит совсем на манер Стивена Кинга. Маска обнажает отвратительный лик. И тот факт, что её разработали у нас, тоже греет душу. Мало того, что она вышла достаточно жуткой, не бессмыслой и по-настоящему независимой, так ещё и разработана в России. Сколько себя помню, у нас в большинстве своём выпускалось либо говно, либо кассовые Игоря. Либо, что чаще и хуже всего, кассовое говно. И ей-богу, лучше не вспоминать, что у нас выпускали. Безусловно, действительно хорошие и душевные, пусть и кассовые игры, у нас тоже выходили. А порой даже выходили гениальные инди-шедевры, что вообще великолепно. И я даже перечислял их в каком-то из предыдущих обзоров, если память мне не изменяет. Но не будем отрицать, что русский геймдев по непонятным причинам очень сильно старается накормить игрока говном. Игрок орёт и брыкается, а вот русский девелопер отвешивает ему пощёчину, дабы тот не дёргался, и выливает ему в рот огромный ушат размолотых в блендере игр своего производства. И ведь отлично, когда в этой куче битого стекла попадаются изюминки типа The Mask Reveals Disgusting Face. Аж какие-то патриотические чувства и гордость засадия чтенников возникают. Правда. Пожалуй, стоит также замолвить пару слов о графике в этой игре. Помните Дюка Нюкема? Не, не Форева. Не вспоминайте этот изнасилованный толпой сифилисных девелоперов или гофренов Тайтл. Оно того не стоит. Вспомните тот же старый добрый Дюк Нюкем 3D. Там ещё был такой прикольный графон, насколько я помню. Вроде бы и уже 3D, но вроде бы ещё пиксель-арт. Ещё там были такие плоские спрайты, например, мебели, которые поворачивались, если бы пытались их обойти. Забавная штука, правда? Не знаю почему, но я всегда любил такую графику. И The Mask Reveals Disgusting Face использует точно такую же графику. И это не может меня не радовать. Потому что меня уже как минимум утомила мода использовать пиксель-арт в инди-индустрии. Нет, я люблю пиксель-арт. И я люблю пиксель-арт в играх, но не во всех, безусловно. Например, в кассовых ретро-играх типа того же Metal Slug был просто божественный графон, состоящий из красивеньких цветных пикселей. А теперь взгляните на графон в рандомной инди-игре, выпущенной в наше время. Чувствуете разницу, да? Ну, вот совсем чуть-чуть, правда. Кстати, я ведь совсем забыл, что у The Mask Reveals Disgusting Face есть ещё и сюжет. Сюжет, похожий на что-то такое, что мы уже видели у Кинга. Но именно похожий, а не нагло скопированный. Я бы даже сказал, что сюжет в игре написан в подражании Кингу, а не просто на него похож. Я не могу сказать точно, хорош он или плох, но для этой игры он подходит. Звучит он примерно так. У чувака уже два года стоит диагноз клиническая депрессия. И ему кажется, что там все друзья от него отвернулись, все дела, и... Поэтому он принимает чрезвычайно умное решение уехать в какой-то одинокий дом за городом. Посиживает он там, значит, себе на анонимных имиджбордах, да дума думает. А потом начинает замечать странные вещи. Во-первых, у него дома заблочили фарчан. И когда подобных странных вещей становится так много, что они уже начинают напрягать нашего героя, он решает уехать нахер из проклятого старого дома. Но как только он вышел на улицу, оказалось, что дом по периметру обнесён железным забором. Такая вот предыстория. Странная, если честно. Не, ну правда. Очень странная. Тем не менее, у игры есть существенный, но благо, почти единственный минус. Она короткая, как и многие другие игры на движке Duke Nukem 3D. Причём она коротка настолько, что вполне вероятно, что этот обзор окажется дольше самой игры. Если говорить точнее, то прохождение этой игры занимает 20-30 минут. Хотя, во многом оно зависит от самого игрока и его интеллектуальных особенностей. Дело в том, что в этой игре есть несколько, по большому счёту, простеньких головоломок, но это ещё не значит, что они быстро решаются. Например, прежде чем я понял, как открыть сейф, я минут пять бегал от дома до сарая и обратно. Не помогло. Думаю, основную мысль вы уловили. А это значит, что можно поговорить ещё о чём-нибудь, если, конечно, найдётся тема. Но я боюсь, что темы уже не найдётся, поскольку я рассказал обо всех аспектах игры, которые смог вспомнить. Значит, надо бы подвести итоги да решить, гоннота или же говнота попала мне в руки. Игра с длинным названием, такая страшная, вышла довольно жуткой. А значит, что с основной своей целью она справилась. Игрока пугает, всё в норме. Саспенс тоже есть, причём для уровня русского инди-девелопера он вышел очень даже. Страшные звуки, атмосферный саундтрек, странные пятна и другие клёвые штуки, всё есть. Графон — это вообще сама ламповость, возведённая в купу, умноженная на 100. По крайней мере, на мой взгляд. Душа в игре тоже есть, и чувствуется она настолько хорошо, что я даже оборот для этого придумать не могу. За верность изначальным идеям инди-индустрии, я вообще готов автору селезёнку пожертвовать. На полном серьёзе. Не факт, что свою, но всё-таки готов, да. А вот то, что игра короткая, это совсем не зашибись. Ибо только она начинает раскрываться перед игроком в своей красе, как заканчивается. Это совсем грустно, если честно. А вообще, креатив годный, автор молодец. Надеюсь, что все новоявленные русские Индии и просто девелоперы будут брать пример с разработчика этой игры. Ему же могу пожелать только успехов в дальнейшем развитии, горы кокаина и сотни живых... Или не очень. Шлюх, готовых выполнить любое желание. Ну и, конечно же, скорейшего выпуска сиквела, который будет сильно длиннее оригинала. Ну, пожалуй, что... Если вы ещё не прошли эту игру, то либо выпейте царской водки, либо пройдите её до завтрашнего утра. И точно не пожалеете. Я за это вручаюсь. Или нет. Но лучше всё равно пройдите. Не вижу причин этого не делать. Впрочем, как и не вижу причин не поставить под видео лайк и не подписаться на мой канал и канал Brainant. С вами был классный Дварф. До встречи, чуваки. Продолжение следует...